Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, возможно многие из вас уже знают, в еврейском народе есть традиция, когда все пятикнижие Турат Маше разбито на недельные, так называемые недельные главы, из расчета, что одна часть читается в течение одной недели и таким образом в течение года прочитывается все пятикнижие. На этой неделе читается недельная глава, которая называется Эмор, это текст, который начинается в книге Левит в 21 главе и сегодня мы вместе с вами прочитаем некоторые мысли из этой книги и порассуждаем о ней. Прежде всего надо заметить, что вся книга Левит, в еврейском языке она называется Ваикра, посвящена или направлена, скажем, ее аудитория, это аудитория священники. Понятно, что очень многие истины, которые в ней содержатся, они связаны так или иначе с службой в храме и трудно увидеть в них какую-то идею, которая была бы приемлема сегодня для верующих в Ешоа. Но вместе с тем они там есть, они интересны и мы сегодня и увидим. Для того, чтобы начать наше рассуждение, я предлагаю прочитать из книги Левит, 22 глава, 1-2 стих. Книга Левит, 22 глава, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Арвуну и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь». Итак, это первая такая часть, которая есть, она адресована к священникам. И Господь через Священное Писание, а именно Священное Писание, это то место, где мы ищем познание воли Божьей, говорит, что священники должны осторожно поступать с тем, что называется святыня Господня. Тут нужно пояснить, хотя это напрямую не написано в тексте, но с древних времен святыней Господней в связи с храмовой службой подразумевались жертвы. То есть Господь говорит о том, что они должны осторожно поступать с жертвами. Интересно, что в синодальном переводе написано, что они должны осторожно поступать. В другом переводе раввинистическом я прочитал так, и пусть устранятся они от жертвы. Это, наверное, более точный перевод. Почему? Потому что там, где мы вот это читаем на еврейском языке, Ваеназиру, корень этого слова Назир, этот же корень служит корнем для слова Назарей, которое может быть более знакомо русскоязычным читателям. По сути, человек, который брал на себя обряд Назарея, он как бы устранялся от каких-то элементов повседневной жизни на определенный период. И вот здесь тот факт, что используется именно это слово, переводчики попытались своими переводами как-то это донести. Другими словами, получается, что священник, смысл жизни которого, по сути, потомок Аарона составляет священническое служение в храме, который состоит из трех вещей, он должен был принять жертву, он должен был совершить жертвоприношение. И был еще один элемент, практически от каждой жертвы он имел возможность вкушать. То есть в большинстве жертв он имел часть, которую должен был употреблять пищу. И вдруг мы читаем, что при каких-то ситуациях, при каких-то обстоятельствах Тора предписывает священнику удалиться от жертвы, перестать ее приносить, перестать участвовать в этом служении, перестать вкушать. Как могло получиться так, что человек, смысл жизни которого, это жертва, вдруг перестает ее совершать. Мы читаем с вами в третьем стихе. «Скажи им, если кто из его потомства, понятно, что речь идет о потомстве Аарона, из всего потомства вашего в роды вашей, имея на себе нечистоту, приступят к святыням, которые посвящаются на Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего». Более того, получается, что он не только должен во исполнение закона удалиться, получается, что Тора предусматривает очень жесткое наказание для того человека, который не удалится, который не выполнит. И если мы с вами здесь посмотрим на этот текст, то тут очень интересно. В этой недельной главе раньше мы видим, Господь, говоря о тех или иных заповедях, говорит многократно «человек, человек, человек». Но в этом тексте происходит изменение языка. Почему? Потому что мы с вами прочитали «ту истребится душа та», то есть слово «человек» заменено на «душа та». Раввины с древних времен говорили, толкуя эти тексты, что когда подобная перемена происходит в тексте, то это означает, что есть перемена в понимании, о чем идет речь. Когда речь шла о человеке, то речь шла о жизни в этом мире. Когда же речь пошла о душе той, то речь идет о мире грядущем, как его называют в иудаизме, царстве Божьем, Малхута Шем, как мы его называем. То есть получается, что Господь говорит, что наказание, которое будет человеку, который нарушит это предписание, оно имеет не значение в этом мире, но в мире грядущем, то есть на вечную смерть, наказание. По сути получается, что та душа не имеет удела в этом грядущем мире. То есть получается, что при каких-то обстоятельствах священник, образ жизни, суть которого, призвание которого, заниматься жертвой, нести служение в храме, вдруг должен перестать все это делать. В каких обстоятельствах? Мы с вами прочитали, «Если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням». То есть нечистота, или как это называется на иврите тунга, это то состояние, которое препятствует или отделяет священника от возможности участвовать в служении, причем во всех ее сферах нельзя, не принимать жертву, не приносить жертву, не вкушать жертву, нельзя. Как вы знаете, возможно, что на страницах священного писания нечистота определяется многими сферами человеческой жизни, и, как правило, нечистота человека на определенный незначительный период, то есть до вечера, до совершения определенного обряда и так далее. Но при этом существуют виды нечистоты, которые имеют долгосрочный и, возможно, нескончаемый период. В 4 стихе мы читаем с вами такие слова. «Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святыни, пока не очистится». Пока не очистится. То есть, если у человека болезнь, которая называется проказа, и если он относится к потомкам Аарона, то есть к священникам, он не имеет права участвовать в этом служении до тех пор, пока он не исцелится и не пройдет освидетельствование в соответствии с законом того, что он очищен. Когда это произойдет, никто не знает. В древние времена считалось, что от подобных болезней, от подобных проблем исцеляет именно Бог. И именно поэтому, когда Иисус был здесь на земле, Иисус был здесь на земле, Он совершал такие чудеса, как исцеление прокаженных, показывая свой божественный статус. Интересен вот еще какой момент. Древняя традиция, толкуя эти тексты, говорит, что подобные болезни посещают человека в качестве наказания за грех. Грех гордыни. И грех то, что называется в еврейском языке «лашонра», что значит «злой язык». Я думаю, само название говорит за себя, мы не будем вдаваться. То есть получается, что по сути вот эта нечистота — это результат греха человека. И пока он не избавится от нечистоты проказы, а от нее он не избавится, пока не избавится от греха, он не может нести служение в храме. Ну хорошо, мы говорим о храмовой службе. Сегодня у еврейского народа храма нет, нет храмовой жертвы. Священничество существует, но оно не может исполнять свою функцию в соответствии с Торой. И возникает вопрос для человека, верующего в Машеха, в Мессию. Ну а нам-то это тогда зачем? Ну вот священники не могли. Для того, чтобы это понять, я хочу обратиться к тому, что написал раввин Шимон в христианстве более известный как апостол Петр в первом своем послании во второй главе 9 стих. Здесь записано. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь тоже речь идет об избрании для священства. И думаю, для тех, кто понимает, что написано в Бритах Адаша в Новом Завете, абсолютно очевидно, что Петр пишет не только о еврейском народе, он пишет обо всех верующих в Машеха. И он говорит, что у каждого избранного есть этот статус царственного священства, дабы, как мы с вами прочитали, возвещать совершенство призвавшего вас. То есть у каждого из нас есть функция служения перед Богом. А значит, для нас остается актуальна ситуация, когда мы находимся в нечистоте, которая делает нас отдаленными, удаленными от возможности служить Богом. Интересно, что когда мы с вами прочитали в книге «Левит», что если человек прокажен или имеет истечение, здесь есть два возможных толкования про истечение. Некоторые говорят о том, что это истечение, которое связано тоже с какой-то кожной болезнью. Другие же говорят, что речь идет об истечении, которое человек совершает в грехе прелюбодеяния. Понятно, что когда в жизни человека есть какой-то очень серьезный грех, этот грех становится препятствием для его служения. И сам факт существования этого греха должен заставлять нас задуматься о том, что мы должны покаяться и исправить свою жизнь. Вот чему посвящен первый раздел нашей недельной главы. Здесь есть еще два раздела. Один из них, второй, это перечень всех праздников Господних. Так, сжато, компактно. Мы уже говорили с вами о праздниках Господних в контексте рассуждения о Шаббате. Я всех хочу направить к уроку Шаббат Менуха. Там вы найдете эту мысль. Я не буду на каждом празднике зацикливаться, останавливаться сейчас. Скажу только, что по мере приближения самих этих праздников мы, конечно, будем о них говорить и рассуждать. В частности, здесь перечислено семь уровней праздников. Первый уровень это, собственно, Шаббат, о чем мы сказали. Второй уровень это Песах. Третий уровень это счет Омара. Опять же, хочу вас отправить к моему уроку счет СНОПА. Четвертый уровень это праздник Шавуот, день дарования Торы еврейскому народу. В христианстве более известный как праздник Пятидесятницы. Его еще называют иногда днем рождения церкви. Пятый уровень это Йома Труа, день трубный. И сегодня в израильском народе он чаще называется Роша Шана. По сути, это день начала суда. Шестой уровень это Йома Кипурим. В русском языке его называют Судный день, но это не очень корректное название. Почему? Когда придет день, говорить об этом мы скажем. И седьмой уровень это праздник Суккот, который или праздник восстановления Кущи. Это праздник, который в соответствии с древней традицией, с священным писанием, в частности, Захария 14 главы символизирует мир грядущий, вот тот самый Малкута Шем, в котором мы все стремимся. По поводу этих праздников, как я и сказал, я много говорить не буду. Хочу только напомнить всем, кто читает Священное Писание, что это праздники не еврейского народа, это праздники Господни, данные им еврейскому народу. И это очень важно знать для понимания этих праздников. Ну а до деталей мы дойдем, когда речь зайдет непосредственно перед самим праздником. Дальше мы можем найти здесь перечисление некоторых заповедей и с их разъяснениями я хочу только вернувшись к тому, что уже сказал, напомнить. Знаете, вот мне очень нравится, как новозаветные авторы, будь то Шимон, Петр или Шауль, Павел, они когда рассуждают над теми или иными текстами, всегда стараются процитировать Писание, процитировать тот или иной текст из Танаха и таким образом подтвердить свою мысль. Они нас побуждают таким образом к тому, чтобы мы сами изучали Тору, изучали Священные Писания и искали в Писании, в Слове Божьем искали ответы на наши вопросы. И да благословит нас Господь во все дни жизни нашей делать это. И таким образом мы достигнем Царствия Ему, Царствия Божьего. Благослови вас Господь. Шаббат Шалом.